Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валде и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Безумный Макс. Ну что же, собственно, пока мы не играли неделю, то есть с момента записи предыдущей серии пошла ровно неделя, я неделю не записывал, все ролики снял наперед. Вот, в общем-то, добыли нам металлоломочки, кучу металлолома, которую мы можем теперь поставить по идее сюда, но вопрос, надо ли нам это сделать небольшой грудолом, чтобы приспособствовать развитию крепости. Я думаю, что, наверное, нет. Я думаю, что лучше мы прокачаем, собственно, нашу тачку, да, Максимку. Давай, скоро поглядим, что мы можем улучшить. Гараж. Начнем, пожалуй, с гаража. Хотя у нас вот новая у Макса появилась. Давайте посмотрим новые внешности. Это интересно, мазут на лице. Мы видели краску на лице? Ну-ка посмотрим. Ну, что-то как-то нет, не особо. Не, пожалуй, вернем лучше нашего брутального брутала. Так, хорошо. Новые способности дробовика. Что у нас там? Трехствольный дробовик. Дайте мне три выстрела без перезарядки и разделываюсь с любым врагом. Неплохо. Неплохо. Сокращается временно перезатраченная перезарядка, урона дводельных выстрелов увеличивается на 5% То есть, по идее, еще мощнее стреляет и еще дольше без перезарядки. Может быть, конечно, стоило и поставить. Так, и новые навыки. Там открыты какие-то еще дополнительные. Ну, офигеть теперь вообще. Что это за навык? Так, выход из захвата с заточкой. Освобождение из захвата с помощью заточки, деморализующей соседних врагов. Неплохо. Добивание заточковой стены, добивание холодным оружием, контратака, добивание о стену. Давайте, пожалуй, добивание о стену. Дарив врага о стену, Макс получает возможность применить мощный добивающий прием. Вот это, пожалуй, лучшим. Да и пока, в принципе, хватит. Хотя, вот еще, может быть, дробовик. 175. Да, давай еще дробовик прекращаем. И осталось у нас как раз 300. В принципе, хватит на то, чтобы... Боже, я уже думал, ты выстрелишь сейчас. Хватит на то, чтобы что-нибудь улучшить у машины. Вопрос только что. Броня быть может, или может быть что-то у движка. Может быть, шины. Вариантов-то на сами уйма. Увеличивает сопротивление шин с асфальтом на 15%. Пока неплохо, так как что у нас здесь. Увеличивает вступ от виски защиту шасси на 15%. В принципе, дешево стоит. Можно и поставить. Это нам уже не хватит. 500. Колпаки. Доносит урон вражеской машине. Царапаю ее сбоку. Интересная тема, но не знаю, насколько это пока необходимо нам. Так, кузов автомобиля. Скорость ремонта. Боковые горелки. Мать его, они пока закрыты. Гранпун. Гарпун. Движок. Влечит мощность на 6-ти цилиндрового движка на 40%. Давай, по идее, движок прокачаем. Будем быстрее кататься, более мощное будет. Я, конечно, понимаю, что потом уже будет ставить V8. Но пока у нас V6. Давайте, ладно, прокачаем. Еще одно улучшение откроем. А в следующем уже пока ставить не будем. Ну и, в принципе, все. Осталось у нас 9 лома. То есть, вообще ни о чем. Так что, поехали, пожалуй. Парад появляться на пустоши. Так, включаем сразу же карту. Смотрим, что у нас тут есть интересного. По идее, можно поехать на непосредственно миссию. Либо же добраться до бича тирана. Какое-то задание еще есть. Ну давайте пока поставим тогда сюда меточку. И поведем по дороге. Может, что интересное еще найдем. Посмотрим. Если мы ослабим власть Лорда Члема, на нас не дает благодать. Говорит нам жестянщик. И пока давайте проверим вообще, машина стала ли быстрее и мощнее. Вообще ощущается это или нет. Пока, честно говоря, особой разницы я не вижу. Ну, может быть, разве что чуть-чуть. Свобода. Так, там у нас снайпер. Нет, так его взять не получится явно. Выстрел с дробовика я не хочу. Ау. Тихо, тихо, тихо. Гарпун. Отлично. Заберем снайпера с собой. Тут, в принципе, место поживы какое-то еще имеется интересное. Давай посмотрим, где оно тут вообще может быть. Так. Ну, показано вроде как прямо здесь, да, вот на этом месте. Но тут что-то ничего такого, чем можно было поживиться, не наблюдая. Может где-то под землей. Хрен его знает. Ладно, в любом случае поехали. Не будем больше терять время и поведем дальше. Я думаю, что по дороге еще будет полно таких мест. Различных, интересных. Так, непрочное пугово забираем с собой. Понизим уровень угроза, он уже четвертого уровня наш. Это, на самом деле, довольно много. И, в принципе, мне хотелось бы еще в этой серии, наверное, либо продвинуться дальше по серуэту, либо попробовать захватить еще одну крепость, чтобы нам еще больше металлолома добывать. Это, по идее, тоже очень даже неплохой вариант. Так, какие-то чуваки поехали. Но я думаю, что мы просто от них оторвемся. И не будем особо париться. Вряд ли они смогут нас догнать. Вот он, могучий вихрь. Что еще за могучий вихрь? Так, очередной пугово в нашем пути. Давайте попробуем тоже его взять. Это уже поедет попрочнее вроде, нет? Или такой же? Нет, тоже такой же непрочный, по-моему. Отлично. Хотя нет, это попрочнее, да, было явно. Так что, может быть, там даже остался какой-то ценный лут. Может быть, можно пойти посмотреть. Но, правда, и машины вражеские тоже за мной едут, опять-таки. Так, хорошо. Что-то как-то никуда не могу попасть. Могу попасть попробовать по двери, наверное. Убить дверь. Так, водила, до свидания. Одна машина готова. Осталось лишь только справиться со второй. И с ней мы сделал, похолодил, ничего не сможем. Нам придется ее таранить, потому что она как-то грапуном нифига не пробивается. Ну да, похоже на то. Хотя у меня еще есть одна идея. Так можно ее быстренько сейчас щепухнуть. Это она хоть поближе немножко. Так, давай-давай-давай-давай. Ну, отлично. Остоловисто, бэби. Мать твою. Так, собираем пожидки. Маловато, конечно, 7 лома, но там еще, кстати, нападло чуть-чуть. Попробуем поднять тут все. Так, еще плюс 6. И еще плюс 4. Итого уже 29 наковыряли. Конечно, может быть, не густо, но покатит. Это что такое, валяется? Просто какой-то кусок. Ну да, он не подсвечивается, значит, его подобрать нельзя. Хорошо. Тогда, в общем-то, поехали далее. Да, машина, конечно, наша выглядит все более устрашающе и грозно. Мне это очень сильно импонирует, на самом деле, потому что смотрится она реально эпично. Да и, в принципе, помимо того, что смотрится она эпично, она еще и... Так, подожди, а мы правильно вообще едем, нет? Нет, мы неправильно едем. На противоположную сторону. Она еще реально стала помощнее сама по себе, это чувствуется. То есть раньше, блин, стычка с двумя противниками для нас заканчивалась неминуемой гибелью, либо же поломанной машиной, которая потом приходит, пока ее починит. Ну а теперь, в принципе, такие стычки не особо нам опасны. Мы легко с ними можем справляться. Немножко можно, пожалуй, ускориться. Что это, мать его, за место такое? Тут тоже где-то поживо нарисовано, но тоже, по-моему, где-то сверху. А, это мы в пасть едем опять. Понял. Проход мертвого пустыря и его ужасная пасть. Да, жестянщик, есть такое дело. Есть такая буква в этом слое. Немножко можно притопить нитро. Все равно она довольно быстро восстанавливается, поэтому особо можно не париться. Да, вот на асфальте, конечно, чувствуется прям мощная машина вся. Она прям плет, как не знает что, но очень неплохо. На побоище пожаловали отморозки. Так, подожди, какой нафиг? Гарпун. Естественно, гарпун. Черт, не успел. Ладно, ничего страшного. Какого ты четвертого уровня? Ага, вот оно что. Взрыв машины. Ладно, плевать, тронеты пугало. Поехали просто отсюда, попробуем от них свалить. Ох, мать твою, лоб в лоб. Теперь я понял, что начинает взрыв машины. Взрываются они на самом деле неплохо. Даже очень. Можно было, конечно, подобрать пробу металлолом, но ладно, фиг с ним. Кстати, пока не играл, неделю вышло какое-то новое обновление. Там написано, что пофиксено куча багов в различных каких-то миссиях. Там были разнообразные баги, так или иначе, сказывающиеся на геймплее. Также, собственно, там же вроде как еще повысили быстродействие. Хотя куда еще больше, я, честно говоря, уже понятия не имею. Потому что игра и так летает прекрасно. Ничего не подтормаживает, все хорошо и все здорово. Ну, в общем-то, вот такие вот новости, короче. Ну, в принципе, неплохо. Почему бы и нет? Четвертого уровня. Вот факт. Тачка раздолбана уже вся в щи, но я думаю, что мы сможем доехать. Если, конечно, по дороге не будет противников еще несколько. Так, может быть, конечно, ехать на пугало, но нам не по пути. Нам немного в другую сторону. Там уже видна точка голубая, уже практически приехали на миссию, получается. Она парит. Великий поршень, искрометная свеча, дарует нам несгибаемый щегу, но блок мотора из насток из брызговейка, что вечно трется. Слушай, там снайпера, это плохо. Там их реально до хрена при том. Лагерь пойдет по тревоге, офигеть. Так. Хорошо. Не очень хорошо. Давай, жестянщик, ремонтируй. Как перекаты делать, забыл. Вот эту кнопку вспомнил. Так, ждем, пока он ремонтирует тачку, потому что тачка наша и оставляет желать себе лучшего, собственно. И поэтому пока уклоняемся с снайперов, просто в тупую тут бегаем пешочком. Давай, жестянщик, давай, родненький. Пора бы уже, пора сделать. Видимо, машину довольно синюю проведение. Готово. Так, аркун стоит, все хорошо. Целимся. Давай, 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 давай. Отлично. Ох ты мать твою. Офигеть. Тихо, тихо, уходим, уходим, уходим. Ох, лоу. Ну так, блин, отремонтировали машину, называется. М-м-м, да уж. Пипец. Уходим. Не та кнопка. Ладно, нормально. В принципе, главное снайперы и эти башни, если с ними разобраться, то потом проблем уже не будет никаких снайперов, там на самом деле дохрена и больше. Ну, отсюда меня не уедет. Новая биография. Купол Росы. Бывшая шахта, на которой натянули кусок старого брезента и превратили в большой аппарат для сбора росы. Устройство находится в владении лагеря Бич Тирана. Водут радостоверят по веревочной транспортной системе. Чтобы не допустить сюда чужаков и воров, хозяина купола сделали так, чтобы попасть в это место можно, только спустившись по тросу. Понятно. Так, тачка уже, в принципе, на ходу. Можно уже больше ничего не дожидаться. Давай, мать твою, садись, Максимка. Жестяльщик, давай на место. И будь готов к труду и обороне. Мать его. Так, тихо, тихо, тихо. Куда же ты нацеливаешь это? Вот сюда. Готово. Еще одна, получается, башня уничтожена. И осталось дело за малым. Гребаные снайпера. И вот этот огонь. Вот фак. Так, хорошо, цистерну рванули, но там все равно где-то еще огонь полыхает, значит, еще осталась вторая цистерна. Теперь снайпера. Реально надоедливые снайпера. Давай начнем с них тогда. Отъехал родной, хорошо. Уже, видите, стало попроще, но все еще... Все еще много народу врагов. Так. Давай же ты. Ну, хорошо, что ты не целишь-то у нее. Вот так. Так, хорошо. Огонь уничтожен. Что касаемо снайперов, где тут еще кто остался? Вон там, похоже, дело наверху, да? Или что там, медаль? По-моему, это медаль. Да, это эмбрема была. А, вижу снайпера. Все, понял, где он. Хорошо. Тогда идем за ним. Прекрасно, защитные рубежи уничтожены. Вот это я понимаю, этот разговор. Теперь уже можно попробовать въехать внутрь. Через главный вход. Хотя вот там, я видел, запасной был какой-то вариант. Ну-ка, подожди-ка. Вот, поедине, неплохое место, чтобы войти. Ну, естественно, нас уже поджидают здесь, ребята. Ну, поехали. Понеслась. Так, первый пошел. Идеальное парирование. Перелом ноги. Да я же нажал парировать. Какого черта? Ёпер, на тебя там сейчас сдохну. Офигеть. Нифига так быстро убили. У меня жизни было мало. Я что-то, может, не обратил внимания. Интересно, где я сейчас появлюсь. Где будет. Чекпоинт. Надеюсь, мне придется по-моему. Хотя, знаю, эту игру придется, естественно, в сети заново рубежи вычтратить. Вроде самая оборона. Блин, жопа какая-то. То есть, убринчтожили все рубежи, все хорошо. Я при этом зашел и просто получил люлей от парочки гопников. Обидно, досадно. А не, смотри-ка-то, все получилось. Вода окончается. Надо найти воду. По-моему, у тебя полная фляжка, Макс. Так что на твоем месте я бы особо не парился. В принципе, все хорошо. Заходим. Давайте парочку трасс добовика, может быть, вынесем сразу. Чтобы как-то было проще. Хотя он один. С ним можно забраться и так. Быстрее энергию накопить. Так, ну хорошо, понеслось. Теперь главное не фейлить. Хорошее парирование. Так. Ай, твою мать, быстрее нажимать икс. Еще одно идеальное парирование. И у нас ярость, друзья. И пока она есть, надо быстро с ними расправиться. Хотя бы с парочкой ублюдков. Вот так-то лучше. Шикарно. Фу, можно, пожалуй, немножко попить. По такому поводу. Восполнить запас здоровья на максимум. Великолепная работа. Так, забираем лут. И что мы тут вообще имеем? Давайте посмотрим. Ликвия прошлого одна. Три эмблемы еще осталось. И 11 мест, где есть лом. То есть, в принципе, до хрена всего. Попробуем тут подняться, быть может. Посмотреть, куда нас этот путь приведет. А, здесь как раз были снайпера наверху. Ну, помимо снайперов, также тут можно найти немножко металлоломчика. Что вот в целом тоже очень хорошо. Так, выше подъема никакого пока я не вижу. В принципе, наверное, можно прыгать вниз тогда аккуратненько. Ох, чуть-чуть немножко жизни поотняло. Так, окей. Требуется взрыв. Понял, киваю. Но там как раз есть у нас, собственно, канистры. Даже не одна, а две. Поэтому никаких проблем у нас со взрывом не будет. Правда, при условии, что я не зафылю, и попаду куда нужно. Поджечь, бросить. Шикарно. Прямо за другой сходим канистрой. Возьмем еще одну, чтобы этих гопников можно было и что использовать. То есть, также поджечье кинуть в толпу народу. Лови, родной. Твоя. Одного смог вынести. Это радует. Так, хорошо. Лутаем. И еще парочка лома. О, какие-то жесткие пацаны уже, на самом деле. Тут можно, пожалуй, наверное, и так с ними забраться. О-о-оу-оу. Фак, не успел отойти в сторону. Так, ох ты, мать твою. Какие они жесткие. Потом, смотри, они убиваются. Им плевать. Хорошо. Добивание за точкой. Великолепная работа. Так, пока ярость. Давай, бегом. Первый пошел. Второго. Идеальное парирование. Попали чуть-чуть. Ничего страшного. Нет, слишком много врагов. Отходим. Отходим. Фак, 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 фак. Ничего не вижу. Где я вообще? Мать твою. Уходи в сторону. Ну, я пробую идти на безопасное состояние, пробую попить. Должны успеть, хотя бы немножко восполнить здоровье. Давай, 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 пей. Отлично. Понеслась. Сначала разделим с простыми, а потом уже остальных возьмем. В оборот. Да какого хрена ты попадаешь-то по мне? Как же так-то? Ну да, детка, вот этот прием просто прекрасный. Шикарно. Так, пока ярость. Давай, бегом. Одного распетлял. А, нет, нифига не, распетлял. Жив еще. Тихо. Блин, ну когда их двое, конечно, это жестко. На тебе в щи. На еще. Уходим. Спокойно, ушли. Давайте, ублюдки. На. Шикарно. Так, хорошо. Давайте выгоним его в сторону, на меня сюда. Потом возьмем с него то, что там это оружие падает холодное. Да не то ты, твою мать. Давай, быстрее. Шикарно. Давай, ублюдок. Нападай. Вот так. Шикарно. Вот это я понимаю. Можно попить, по идее. Фу. Конечно, полностью запас сил нам это не восстановит, но хотя бы частично. И давайте, наверное, возьмем другое холодное оружие и пойдем посмотрим, что у нас там дальше осталось по врагам еще. Какие там еще сюрпризы нас ожидают. А что если подняться сюда? Посмотреть, что тут такое. Просто ради любопытства. Тихо. Тихо. Не то. Я их слышу, по идее. То есть, там они по-любому еще живые остались. Тут можно канистру взять. Но она не так, чтобы очень поможет. А, вон там этот самый висит. Как его там? Горлопан, короче. Который своим криком повышает им силу. По идее, только он и остался. Все остальные-то уже мертвы. Так что особо можно не париться. Готово. Горлан. Вот они как зовут. Забыл я. Горланы. Так, тут у нас можно убить просто ногой. Хорошо. Тогда убиваем. Тут-то больше ничего не осталось нигде. Вон там, по-моему, лом лежит. Да, я же тогда его видел, потому что он не взял. Потому что бой был. Хорошо, давай тогда возьмем. Не будем торопиться. Обыщем все локации более подробно. Так, тут тоже можно немножко поднять трофейчиков. Там, в принципе, оружие у меня нормальное. Я его не использовал. Ну, окей. Смотрим тогда, что у нас тут. О, это же вода получается. Да ли что, это леда? Ледись нифига нету. Ну, подожди, выкинусь. Тут ничего нету. Жалко. А такое ощущение, как будто какая-то, типа, как кухня, либо как это самое. Как место, короче, где можно приготовить пищу, либо набрать воды. Одно из двух. Ну, нет, нифига подобного. Так, тут нам делать нечего. Нам нужно подняться по этой лестнице, так получается. О, отлично, вода. Давай, тогда выкинем пока эту фигню и наберем воды. Надеюсь, получится полную флягу набрать. И сразу надо будет попить. Нет, полную не получится, я уже вижу. Но больше половины выйдет. Ну, смотри, почти. Немного не хватило до полной. Потому что у нас прокачан отжим. Так бы вообще было бы мало. Давайте тогда вдоволь напьемся, пожалуй, восстановим здоровье. Потому что я уверен, что враги еще остались. Это явно. Еще не конец этой локации. Так, и смотрим туда далее, куда нам идти. Ага, вот вижу. Тут отключается газ. И таким образом мы сможем спуститься и пройти там, где был раньше проход закрыт. Хорошо. Так, давай, спорюбаться лестницей. Хорошо. Спрыгнуть. Твою мать, я нажал спрыгнуть, а он выстрелил. Ну, что за дерьмовое управление в этой игре. Все-таки иногда так прямо от этого бомбит. Для того, чтобы он такой вот, какой-то несуразный. Тут какой-то подъем опять наверх. И что мы имеем здесь? Так, хорошо. А что было тогда внизу? Да, внизу, по-моему, ничего и не было, собственно. Тупик, да? То есть нам по-любому нужно наверх идти. Хорошо. По крайней мере, прямо там убедились. Так. Давайте смотреть внимательно здесь. Рейку я прошлого. Прекрасно. Пятачок, вряд ли эта записка для тебя дойдет. Цензоры не дремлют. Но я должен попытаться. Это мой единственный шанс открыть тебе свои чувства. На тот случай, если я уже не вернусь. Я люблю тебя. Люблю еще с седьмого класса. Я тебя обожаю. Боготворю. Я вашей цензурой не боюсь, гнида. Агентурно. Я люблю тебя, Пятачок. И если вернусь живым, я придумаю, как нам с тобой быть вместе, если ты меня не отвергнешь. Робин. Это, блин, признание одного мужика другому мужику в любви. Так что и получается. Одна заточка. Не густо, конечно, но на халяву пойдет. Ну, собрать лом. Отлично. Так, вниз, пожалуй, нам не стоит все-таки идти. Лучше пройти по мостику далее. Ну, там вот уже наша цель, по идее. Бич тирана. Так, и как-то попасть, интересно. Вот еще вопрос. Ну, тут мы тоже еще не были. Тут куча лома. Поэтому давайте лутать. Так, это будет шестой. Получается, ровно половину нашли. Угу. Какой-то спуск вниз, подвальное какое-то помещение. Ну, пошли посмотрим, что там. Что-то мне подсказал, что ничего хорошего тут не будет. Так, можно, пожалуй, фонариком воспользоваться, наверное. Не повредит. Ну, на удивление, врагов пока нету. На то есть, по-трошке. А это, по-моему, просто прекрасно. Так, что касаемо здесь, удерживать, выломать. Давай. Так, готово. Эмблема устроена ли? Вот она на полу осталась. Не прямо. Нет, наверное, все устроена. Можно идти дальше. Да, стрёмные такие помещения, на самом деле. Не знаю, что ожидать до следующего угла. Какая еще тварь может к тебе явиться? Новый враг Дикий. Давай посмотрим. Ужасный бой, денящий кровь в рычании диких. Диких разводят, как собак, и дерут в клетках. Всех будущих боевых псов проверяют на дефекты. Те, у кого слишком много инстатков, становятся дикими. Их воспитывают, словно злых собак, выпускают из клеток на врага. Дикие низшие, а звено в иерархии их не считает за людей. Когда Дикий стареет или слабеет, хозяин просто убивает его и бросает труп в яму с червями. Здорово. О, вижу. Парочку даже вижу. Оу! Офига, они быстрые. Ни хрена. Офигеть. Жестко. Ладно, да, вот убиваем. А-а-а! Ублюдки, чертовы. Так, уклонился, успел. На тебе в борщ. Шикарно. Яростное убийство. Фух, довольно много было. Думал, всего двое. Тут, блин, целая толпа этих диких ублюдков. Так, хорошо. Тут у нас проход куда-то далее, по которой они пойдем. Сначала осмотрим все эти помещения, например, полезностей. Тут есть канистра. Ну, не знаю, пока не вижу смысла ее брать. Если только там дверь не надо будет взрывать. А ее нужно взрывать. Понял. Хорошо. Тогда возьмем канистру. Так. Поджечь. И бросить. Отходим. Фонарик можно, пожалуй, уже погасить. Или давайте, наверное, подобьем обратное оружие наше. Хотя оно уже почти раздобано полностью. Но еще, может быть, на пару тысячек покатит. Так. Еще немного лома. И уже седьмая находка из 12. Осталось 5 еще найти. И выходим с другой стороны лагеря, получается. Хряк-резак. Новый враг. Ух, ни хрена какой здоровый. На это нужно время. Так что устраивайся поудобнее. Хряк шумный, грязный и бонючий. Он возглавляет бич-тиран. Он обожает пытать людей длинным и тяжелым ножом. Нанося своим жертвам не опасные, но очень болезненные раны. Банда до смерти боится его. Ведь иногда он ради забавы готов пытать и своих подручных. Жесткий. Жесткий типок. Опа. Водичка. Шикарно. Просто шикарно. Давайте-то раскинем тут в сторонку оружие. Берем полную фрягу. И даже, скорее всего, еще останется вода немножко. Хотя, может... Нет, как раз. Полная фряга под ноль. Так, ну пошли познакомимся поближе с этим хряком. Твои опли будут веками отдаваться эхом этих холмах. Ты не уйдешь отсюда живым. Ты не уйдешь отсюда живым. У нас получается босс-файт. Нихрена. Интересно. Так. Давайте сразу горлана. Пожалуй, снимем. Начнем с мелких ублюдков. Так, хорошо. Один есть. Ах ты. Так, в сторону, в сторону, в сторону. Прекрасно. Добиваем последнего мелкого ублюдка. И пока ярость... ...понеслась. На тебе в щи. Добивай не за точкой. Давай, давай. Вот так. Хорошо. Но это нас не спасло, к сожалению. На жизни у него еще до хрена. Ну на то он, наверное, и босс. В общем-то. Добивай не за точкой. Еще одна. Давай. Вот так. Родной, лови. Надеюсь, тебе понравится. А можно тебя в огонь как-то заманить сюда? Оу. Немножко отлегся и не заметил, как он уже на меня напал. О, да, смотри, он горит. Шикарно. Ха-ха-ха. Ублюдок, давай. Давай, мать твою, получай. Хорошо. Ну что-то какой-то босс-то вообще, на самом деле, несложный. Сложнее толпа народа, когда вот это да, вот реально беда. А так, по одиночке. Изи-бризи. Но точек у нас больше не осталось, к сожалению. О, уходим. Удары пропускать его, думаю, что не стоит. По-моему, он стал более яростным. Смотри, как прям мочит. Без остановки. Да, ох ты твою мать. Хорошо, пошли, тогда выманем снова на огонь его. Попробуем. Тихо. Спокойно. Ау. Это было больно. Отходим. На тебе в щи. Ау. Спокойно, спокойно. О, хорошо вошло. Хорошо, но мало. Ааа, да твою мать. Так, время попить воды, наверное. Быстрее, быстрее, быстрее. Пей. Пей еще. На тебе в щи. Наблюдок, получай. Получай, мать твою. Хорошо. Еще бьем. Силу нужно останавливать. Что здоровья маловато. Так, ну теперь поехали. На тебе, ублюдочный. Ублюдочный. Так, хорошо. Оу. Прямо в лоб получил. Прямо по черепу. Да, сурово. Сурово. Пока горит. Давай, быстро. Вот так, хорошо. Добиваем. Воу. Опять не успел уклониться вовремя. Ладно, ждем пока его атаку тогда. У него осталось-то жизни буквально уже на чуть-чуть совсем. На тебе в щи. На, получай, ублюдок. Ай, сам говорю. Не-не-не, тихо-тихо. Уходи, уходи, уходи. Короче. Какого? Ему еще плевать на... На огнестрельное оружие плевать. Удивительно. Ладно. Сильным ударом. Надо было нам добить до точки именно. Стой, говорит, смирно, да я тебя убью. Угу. Сейчас, конечно. Лежи карман шире. Ну почти же уже сдох. А, постарайся, педпудар. Забывай, что он по кругу этим ударом бьет. Давай. Вот так. О, да, детка. Фу. Ну что, это было эпично. Бич тирана. Лагеря, говоря, врагов больше нет. Лагеря заняли ваши союзники. Они будут регулярно построить вам партии лома. Прохождение, конечно, вышло не на 100%, но тем не менее. Давайте берем с него трофей. Сколько дадут? 71 лом. Ни хрена. Еще и 4 патрона для дробовика. Очень неплохо. Дело сделано. Теперь надо посмотреть, что там в этой шахте. Так. Теперь можем пройти сюда. Но тут нифига такого интересного я, в общем-то, не наблюдаю. Вот там снизу вода, но она, по-моему, пуста уже, да? Если не ошибаюсь. А вот там вот я вижу лом. О, да, детка. Тут целых 3 места, где есть лом. Это просто прекрасно. 8. 9. И еще немножко. 10. Осталось парочку еще найти. Но, впрочем, давайте займемся тем, что следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки. Не забывайте про комментарии. Большое спасибо за то, что смотрели. Для вас играл и комментировал Валда. Это была игра Безумный Макс на Эпик Тайп. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...